Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Все утро Просковью Марковну донимал истошный лай голодного соседского пса. Голодом морить животинку. Не выдержав, старушка решила наведаться к соседу. Голодный, да? Голодная животиночка. Что ж ты, Патрос, обидумаешь? Патрос! Ты дома? Патрос! На зов Просковьи Марковны никто не отозвался. Женщина настойчиво постучала в дверь. Дверь открытия. Дверь оказалась незапертой. Переступив порог дома, старушка пришла в ужас. На полу лежал мертвый сосед Петр Иванович. Рубаха в крови, а в районе груди зияла огнестрельная рана. Ой, господи! КРИК Ой, Люда, добрый! Рыба, я в крови! Причитая на всю округу, Просковья Марковна помчалась в ближайшее отделение милиции, попутно сообщая соседям страшную новость. Рыба, я в крови! Вся хата в крови! Ой, Люденьки! Застреленный 60-летний Петр Иванович Рымарь был хорошо известен правоохранителем. Но еще лучше его знал уголовный мир Киева. 35 лет Петька Кистень был вне конкуренции. Поделка документов в любой сложности, паспорта, военные билеты, справки об освобождении, изготавливал так, что от настоящих не отличишь. В голод 30-х рисовал хлебные карточки, а во время оккупации рейхсмарки и оккупационные карбованцы. Кистень трижды отбывал наказание и состоял на особом учете, как искусный фальшивомонетчик. Фальшивомонетчики появились одновременно с первыми металлическими деньгами. Самые старые фальшивые деньги – это копии серебряных монет 6 века до нашей эры с греческого острова Игина. Уже тогда древний мошенник умудрился покрывать дешевые медные монеты тонким слоем серебра и выдавать их за полностью серебряные. Первым же фальшивомонетчиком на Руси, о котором сохранились записи в летописях, был литейщик и весовщик драгоценных металлов Федор Жеребец, изобличенный в 1447 году. Наказание за изготовление фальшивых денег всегда и везде было крайне строгим. В Средневековье в Европе фальшивомонетчиков варили в кипящей воде или заливали в горло расплавленный металл, обычно свинец, так как именно из него, как правило, изготавливали фальшивые монеты. В Российской империи за подделку кредитных билетов виновные подвергались лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы. В СССР изготовление избыт фальшивых монет или купюр наказывалось от 20 лет лишения свободы, а в довоенные времена – расстрелом. Серьезно было. Следы борьбы очевидны. Уже спустя 30 минут на место происшествия прибыла оперативная группа Киевского уголовного розыска. Более точно могу сказать только после лаборатории. Чем бы радуешь? Ничего хорошего. Капитан Иван Суганяка, которому было поручено вести дело об убийстве Рымаря, сразу понял, что если руку к преступлению приложили клиенты фальшивого монетчика, то найти преступника будет крайне трудно. Ведь сам Петя Кистень был заинтересован в том, чтобы скрывать тех, кто к нему обращается. Один выстрел в грудь практически в упор. Судя по тому, что выстрел произведен с близкого расстояния, можно предположить, что Кистень хорошо знал убийцу и совсем не ожидал смерти. Стрелявший, вероятно, подошел совсем близко. Ссадины на лице Рымаря и порванная рубаха указывали, что между убитым и убийцей вероятнее всего произошла ссора, переросшая в драку. Костяшка сбита. Точно дрались? Ладно, работать не буду мешать. Гильзу в доме обнаружить не удалось. Либо убийца забрал ее с собой, либо же стрелял из револьвера, и гильза осталась в барабане. Выйдя во двор, где с ноги на ногу переминался местный участковый, Суганяка поинтересовался, замечалась ли активность фальшивомонетчика в последнее время. Тише воды, ниже травы. Сержант ответил, что наоборот, в последнее время Рымарь вел затворнический образ жизни. Все на слабое старческое здоровье и болячки жаловался, и при каждой встрече с участковым клятвенно утверждал, что напрочь завязал с преступным прошлым. Да я за ним в оба глядел. Но судя по находкам в собачьей конуре, Рымарь не собирался уходить на пенсию. В тайнике обнаружили папиросную бумагу, краски, пищеперия, клише, две металлические пластины с выгравированным изображением 100-рублевой купюры в перевернутом виде, и семь незаконченных банкнот с одинаковым серийным номером РК 586781, нового, послереформенного образца 47-го года. В период с 16 по 29 декабря 1947 года в СССР была проведена денежная реформа. Одновременно с обменом дензнаков отменили карточную систему снабжения продовольственными и промышленными товарами. До этого времени по стране ходили купюры образца 38-го года. Как видно из художественного оформления банкнот, обороноспособность в те годы занимала первое место. Обмен наличных денег проводился в течение недели в рамках строжайшей секретности, чтобы избежать паники. Все старые деньги подлежали обмену в соотношении 10 рублей старого образца на 1 рубль нового. Изначально реформа была запланирована на 1946 год. Однако из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в целом ряде регионов СССР, с ней пришлось повременить. Была еще одна причина, о которой мало кто знает. Наряду с рейсмарками советский рубль имел хождение на оккупированных территориях СССР. Более того, власти Третьего рейха печатали фальшивые советские рубли, которыми в частности платили зарплаты. После войны эти фальшивки требовалось срочно изъять из оборота. Новые купюры образца 47-го года из-за их крупного размера в народе стали называть портянками. Окинув взглядом содержимое тайника, Суганяка помрачнел. Фальшивомонетничество – преступление серьезное. И теперь начальство точно не слезет с шеи, требуя скорейших результатов расследования. Прекрасно зная повадки уголовников, Суганяка предположил, что хитрый кистень мог устроить несколько тайников. И профессиональное чутье не подвело сыщика. В дальнем углу погреба обнаружили углубление. Детально исследовав углубление в земляной стене, эксперт-криминалист обнаружил на песчаном грунте характерный тисненный оттиск, указывающий на то, что в тайнике находился кожаный портфель или сумка. И, скорее всего, убийца унес его с собой. Хату и подворье верну, перевернуть. Сделаем. Эта находка добавила вопросов следствию. Сотрудники УГРО предположили, что в сумке или портфеле могли находиться готовые к реализации фальшивые купюры. Вероятно, кто-то решил, что убить кистеня дешевле, чем расплатиться с ним за поддельные банкноты. Пока эксперты продолжали искать улики и вещдоки, оперативники занялись поиском свидетелей. Первой опросили Просковью Марковну, соседку убитого. Я тут вспомнила, товарищ начальник. Старушка рассказала, что страдает хронической бессонницей. Вчера около 11 часов вечера услышала лай соседской собаки и какой-то мужской окрик. Выглянув в окно, Просковья Марковна увидела, как Крымарю в хату юркнул мужик. Вот, вот такого друсту. И таки у форме. На вопрос Суганяка в военной или милицейской форме старушка ответить не смогла. Не разбиралась в таких тонкостях. Да и подслеповато стала на старости лет. Но фигура мужчины Просковье Марковне показалась знакомой. Выслушав гневную запутанную тираду о распутной Олевтини, Суганяка с горем пополам разобрался, что эта особа живет через два дома и в отсутствие мужа к ней захаживает полюбовник в форме. Да просить. Но поговорить с Олевтиной не удалось. Есть кто? Еще с утра она уехала в деревню к матери и должна была вернуться через день-два. Есть кто? Изъяв деформированную пулю из тела застреленного Рымаря субмедэксперт констатировал, что она от револьвера системы Наган, поэтому и не обнаружили гильзу. На сплющенной пуле имелся красный ободок. Новая маркировка пули красным ободком вводилась с начала 1947 года и в Киев пришла две недели назад. Выходило, что преступник имеет прямой доступ к милицейскому или армейскому арсеналу и воспользовался он этим доступом совсем недавно. Следователь решил как можно быстрее познакомиться с мужчиной в форме, который, по словам Прасковьи Марковны, тайно посещает соседку Алевтину. Пройдемте, Алевтина. Грознее не знаю, но в принципе... Не успела Алевтина вернуться в Киев, как к ней наведался оперуполномоченный уголовного розыска. Сперва женщина ни в какую не хотела раскрывать имени любовника, но после того, как оперативник припугнул статьей о соучастии в убийстве, Алевтина все рассказала. Ну да, ходит ко мне Николай. Выяснилось, что Николай служит во вневедомственной охране. На вооружении у уохровцев числились табельные наганы. А когда Алевтина призналась, что ушел от нее воздыхатель в ночь убийства Кистеня, оперуполномоченный понял, что ухватил ниточку. Ладно, это все. Все, все. Подозрения усилились, когда оказалось, что служащий военизированной охраной Николай Жарков в нарушении должностных инструкций отлучился с дежурства к любовнице, имея при себе табельное оружие. Таким образом, Жарков стал основным подозреваемым. Суганяка распорядился в скрытном режиме провести служебную проверку вохровца. До ее окончания установить за Николаем негласную слежку. О каждом шаге докладывать. В тот же день поступил ответ из Госбанка по поводу купюр с серийным номером РК 58 67 81. И ответ этот оказался неутешительным. Две банкноты с таким номером были изъяты из обихода. Подделки оказались очень высокого качества, и распознать их можно было только по одинаковому номеру и отсутствию водяных знаков. И еще один момент. На просвет плохо просматривался профиль Ленина. Дело об убийстве Рымаря приняло самые серьезные обороты, несмотря на то, что пресловутый указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 47 года отменил смертную казнь. За подделку и распространение фальшивых денег корали жестко. 25 лет лагерей строгого режима. Поздним вечером свет в квартире Николая Жаркова погас. Но уже через минут пять Вохровец появился на улице. Оперативники и службы наружного наблюдения, стараясь быть незамеченными, устремились за объектом. Уверенно ориентируясь в темноте, Жарков направился к окраине города. Дойдя до какого-то здания, Вохровец затаился в кустах. Похоже на какой-то склад. Тихо ты. Жарков вел себя осторожно, но достаточно уверенно. Было видно, что он хорошо знает план здания, расположение дверей и окон. Оперативники решили, что вернется Жарков тем же путем, что пришел. Поэтому лучше не следовать за ним, а ждать, переместившись поближе к зданию. Отсутствовал Николай не больше десяти минут. Воровато оглядевшись, он вымурнул наружу с какой-то сумкой. Не стреляйте. Сдаюсь. Жарков спустил ношу на землю и стал на колени. Один из оперативников проверил содержимое сумки. Она оказалась забита консервными банками. Боясь пошевелиться, Жарков быстро заговорил. Сознался, что их отделение охраняет этот склад. А в свободные от дежурства дни он потихоньку таскает продукты. Пошел! В своем доме на Киевском Подоле убит фальшивомонетчик Петр Рымарь по прозвищу Кистень. При обыске в его дворе оперативники находят клише для изготовления фальшивых купюр. Соседка погибшего сообщает, что видела человека, который выходил из дома Рымаря. Под подозрение попадает Николай Жарков. Его задерживают возле продуктового склада, откуда он похитил продукты. Чтобы понять, какая связь между ним и погибшим, задержанного доставляют к следователю. Поднятый с позаранку звонком дежурного, не выспавшийся и оттого злой Суганяка готов был размазать Жаркова по стенке. Вохровец решил избрать тактику полного раскаяния. Он опускал глаза и говорил, что с детства чужого не брал, а тут бес попутал. Но капитан грубо его перебил. Кражами занимается другой отдел, а он расследует дело об убийстве. Внимательно смотри. За что ты убил Рымаря? Когда до Жаркова дошло, что ему инкриминируют убийство, и даже есть свидетельница, видевшая, как Николай входил в дом Рымаря, Вохровец оторопил. Брехня невиновен. Оправившись от первого шока, Жарков сообщил, что действительно в ту ночь попросил товарища по службе подежурить в одиночку, а сам отправился к Алифтине. Что касается Рымаря, то он вообще не знает этого человека. Хотя постойте, постойте. Жарков вспомнил, что выходил на крыльцо покурить. Муж Алифтина не курит, и чтоб он не унюхал запах табака, Николаю приходится дымить на улице. И примерно в районе 11 часов вечера по улице прошел мужчина в милицейской форме. Но направлялся он к Рымарю или к кому другому, Жаркову неизвестно. Звание я не рассмотрел, к сожалению. Но то, что на прохожем была синяя форма, Вохровец мог руку дать на отсечение. И еще усы у него были пышные такие. Капитан все четко внес в протокол, но он прекрасно понимал, что выгораживая себя, Жарков мог выдумать этого ночного прохожего. Суганяка положил на стол протокол допроса Алифтины. Ознакомьтесь. В своих показаниях Алифтина Величко утверждала, что Николай трижды за ночь отлучался из дому на улицу. Сколько времени отсутствовал, женщина, сказать, затруднялась. Спала. стерва. Клянусь, не убивал. Допрос длился еще около часа. Он лишь заторможенно твердил. Не убивал. Не виноват. Напоследок Суганяка посоветовал Жаркову не оттягощать положение. Также предупредил, что с завтрашнего дня им займутся оперативники ОБХСС, расследующие дело по факту воровства продуктов. Но что там продукты, когда он подозревается в убийстве? Новое утро принесло новые неприятности. Накануне в Госбанк снова поступила фальшивая купюра с номером РК 58 67 81. Сотрудники финучреждения были предупреждены и обстоятельно осматривали 100-рублевки. Благодаря этому удалось выяснить, что рассчитались банкнотой в Ирпине в ювелирном отделе Центрального универмага. В 1947 году торговлю перевели на единые государственные расценки. Рыночные и коммерческие цены были запрещены. Стоимость грамма золота составляла 13 рублей, примерно как килограмм сахара или 3 литра молока. Бутылка московской водки стоила 60 рублей, как 4 грамма золота. Низкая стоимость драгметалла была связана со стремительным ростом золотого запаса страны. Советское правительство после победы получило репарации золотом, запретило продавать золото за границу и разрешило гражданам создавать старательские артели. Только вот покупало государство золото у вольных старателей почти в 10 раз дешевле от розничной цены 1 рубль 30 копеек за грамм. Благодаря невиданному росту добычи золота в 47-м году в свободной продаже появляется большой ассортимент ювелирных украшений, хотя еще год назад ювелирные прилавки были пусты. В тот день в кассу ювелирного отдела Ирпенского универмага поступило 13 100-рублевых купюр и казалось, что вспомнить покупателя с фальшивой купюрой просто невозможно. Вскоре в управление уголовного розыска доставили молоденькую продавщицу ювелирного отдела Ирпенского универмага, которая приняла фальшивую купюру. Добрый день. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Из ее сбивчивого рассказа выяснилось, что покупатель приобрел золотой перстень. Явно не для себя, поскольку даже не примерил кольцо, а выбрал на витрине самое дорогое изделие. Опишите покупателя. Девушка сообщила, что мужчина средних лет статный, осамистый. Усы у него еще такие ухоженные. О человеке с усами в милицейской форме говорил и подследственный Жарков. Хоть и слабая, но все же зацепка. Вызвав в кабинет штатного художника, Суганяка попросил продавщицу подробно описать покупателя. Добрый день. губы чуть полнее. Глаза более припущенные. Усы побольше были. Вроде похож. Суганяка попытался отыскать в портрете черты лица, присущие Жаркову. Нет, не похож. А что, если Жарков действовал с сообщником? Сам добыл фальшивки, а сообщник их сбывает. Этот карандашный рисунок и стал отправной точкой в расследовании. Портрет со словесным описанием преступника был разослан по всем райотделам Киевской области, но надежды найти человека по рисованному портрету были невелики. Слишком типичной была внешность и слишком много людей могли бы быть схожи на это изображение. Никаких других сведений об убийце Римаре не было. Милиционер возможно. Но возможно преступник просто надел форму. Усы их можно наклеить. Настоящие усы можно сбрить. И все-таки решили проверить. В ходе кропотливой проверки личного состава Киевской милиции набралось около 90 усачей, которые подходили под описание продавщицы ювелирного отдела. Человек 20 для начала были исключены из списка по причине того, что они имели табельные пистолеты ТТ. Еще добрая половина отпала, так как в арсеналы оружейных комнат отделений, где служили подозреваемые, поступали боеприпасы еще военного образца. Итого 27 человек, имевших при себе револьвер в день убийства. И всех их предстояло проверить. Также велась работа и среди тайной агентуры. Опрашивали осведомителей из уголовной среды. Не сбывает ли кто из фартовых фальшивые сто рублевки, интересовались связями Рымаря. Лось. Люди позвают, что может это он и зашкварил кисти. Описывая лося, информатор проронил фразу, которая заставила оперативника невольно вздрогнуть. Кренастый с усами. Как отыскать лося, Пятак не знал. Слушай, начальник, ты меня не напрягай, у меня времени много нет. Вроде крутит любовь со Светкой, ее еще строчкой ключут. Такое прозвище деваха получила от рода занятий, строчила на машинке, перешивала ворованные вещи. Портнихи, мадистки, швеи, среди уголовников пользовались особой популярностью. пальто при счете к другому и все можно сдавать в ломбард или нести на рынок. По милицейским ориентировкам такая вещь уже не проходит. Светка строчка также имела свой пятачок на толкучке. Именно от милицейских информаторов с черного рынка и удалось выяснить данные о строчке. Информация о ее любовных связях с уголовником Лосем подтвердилась. Говорили также, что Лось любитель перевоплощений. Так что нацепить милицейскую форму или наклеить усы для него пара пустяков. Около дома портнихи решено было устроить засаду. Лишь под вечер второго дня появился Лось. При себе он имел потрепанный кожаный портфель. Ну, понеслась душа в рай. Уже в следующую секунду оперуполномоченный Угро преобразился, нацепив на лицо беспечную ухмылку и, пьяненько покачиваясь из стороны в сторону, он двинулся на перерез Лосю. Паря, дай нам похмел. Брезгливо поморщившись, Лось попробовал оттолкнуть алкаша в сторону, но неожиданно его рука оказалась стиснутой, будто стальными клещами. лось сломайте гады! Сволочи! Отпустите! Добегался? Мокрушник. Отпусти! В своем доме на Киевском Подоле убит фальшивомонетчик Петр Рымарь по прозвищу Кистень. При обыске в его дворе оперативники находят клише для изготовления фальшивых купюр. Вскоре становится известным, что в ювелирном отделе универмага в городе Ирпине незнакомец в форме милиционера приобрел мужской перстень и расплатился фальшивыми сторублевками. Под подозрение попадает рецидивист по кличке Лось. Особо опасного преступника задерживают возле дома его любовницы. Вскоре задержанный был доставлен в кабинет Суганяка. И нам что было пизжах рвать? Подошли бы культурно. Несмотря на найденные фальшивые сторублевки Лось вел себя агрессивно нагло заявив что деньги нашел на улице. Откуда ему было знать что они поддельные? Капитану было не привыкать слышать подобные речи в своем кабинете. Это поначалу уголовники форсят пытаются марку держать. А помаринуй такого неделю в одиночной камере разговор пойдет совсем по-другому. Только вот не было этого времени у Суганяка и решил он действовать на пролом сбить лося с толку. Действительно в мае 1947 года указом Верховного Совета СССР отменили смертную казнь. Указ подчеркивал что в мирное время высшей мерой наказания становится лишение свободы на 25 лет. Суды не назначали смертную казнь до начала 60-х годов когда расстрел стали называть не высшей а исключительной мерой наказания. Ты никуда не денешься все равно ты признаешься. В следующее мгновение улыбка сползла с лица капитана. Он в мрачных красках расписал что за убийство и фальшиво монетничество лось прямая дорога на урановые рудники где каторжники живут не более двух трех лет да и жизнью назвать это сложно. Патрахас кровью выхаркаешь. На самом деле Суганяка как говорят в уголовном мире брал арестованного на понт. Каторжные работы распространялись только на осужденных по политическим статьям и изменников родины. Но недалекий лось купился на уловку. Не гони по руку начальник. Какая еще каторга? Сядешь. Начальник не убивал я. Уже через 10 минут лось клялся и божился что и пальцем не прикасался к кистеню. Да купил он у него по дешевке 5000 липовых денег уплатив за 100 фальшивых 20 настоящих рублей. Дальнейший ход событий и вовсе поверг капитана в уныние. Оперативники проведя обыск у любовницы Лося Светки Строчки обнаружили рубаху Лося в которой нашли железнодорожный билет. Оказалось что Лося в день убийства Рымаря вообще не было в городе. Эту информацию вскоре полностью подтвердил проводник и пассажир купейного вагона Одесса Киев в котором и возвращался с юга Лось. Таким образом следствие зашло в тупик. А за истекшее время снова всплыли фальшивые сторублевки. Ими рассчитались в ювелирных отделах универмагов Бородянки и Малин. В этих фактах сотрудники УГРО усмотрели странную закономерность. Ирпень, Бородянка, Малин находятся на одной ветке юго-западной железной дороги. Видимо в Киеве преступник опасается сбывать фальшивки поэтому выезжает на периферию. А возможно он является сотрудником транспортной милиции. Но эта логика передвижений должна привести скупщика золота в коростень. Следующий пункт по этой ветке. После Малина только в этом городе имелся крупный универмаг с ювелирным отделом. Двум опытным оперативникам Суганяка приказал исполнять роль грузчиков универмага. Также внедрил ювелирный отдел сотрудницу уголовного розыска. В ее обязанности входило проверять каждую 100-рублевую купюру. Теперь оставалось лишь ждать когда появится преступник. Капитан очень надеялся что произойдет это в скором времени учитывая с какой периодичностью тот сбывает подделки. Жадно торопятся. Смотри это здесь будет сам же Суганяка обосновался в доме из окон которого хорошо просматривалось здание универмага. Давай. По разработанному капитанам плану преступника было решено брать уже после того как он отоварится в ювелирном отделе. В магазине производить захват опасно. В суматохе могут пострадать невинные люди. Четыре дня сыщики провели в тревожном ожидании. С каждым часом надежда на успех операции таяла. Не давала покоя начальство. Силы задействованы немалые, а толку ноль. Но Суганяка был уверен что преступник непременно появится в Користыне и держал универмаг в кольце осады. И все же оперативники были вознаграждены за терпение. Лишь на шестой день сотрудница внедренная в ювелирный отдел подала условный знак завесив окно подсобки лоскутом красной ткани. Вскоре на улицу вышел усатый мужчина в ладно скроеном твидовом костюме. Вслед за ним показались переодетые в грузчиков милиционеры. оперативники взяли объект в коробочку отрезая пути отхода. Но этот маневр не укрылся от внимания мужчины. Измельцов перешмоляю! Оценив критичность ситуации Суганяка решил действовать на свой страх и риск. Еще до войны он занимался пулевой стрельбой. На фронте практически до автоматизма отточил умение поражать движущиеся цели. вот мы и встретились, мразь, мразь. Оборотнем в погонах оказался старшина милиции Василий Бондарчук. Пока медики извлекали пулю из руки и зашивали рану, дома у Бондарчука произвели обыск. В кожаном портфеле, который, как выяснилось позже, принадлежал убитому Рымарю, обнаружили 34 фальшивые сторублевки, несколько золотых изделий, которые преступник успел приобрести. Троссологическая экспертиза подтвердила, кистень был застрелен из стабельного нагана старшины Бондарчука. Спустя три дня арестованного доставили из тюремного госпиталя в управление УГРО. Ты не уходи, сядь туда. Припертый к стенке неопровержимыми доказательствами, Бондарчук сознался в убийстве Кистеня из-за владения фальшивыми рублями. Да бес попутал. Гроши эти клятые со всей мозги затуманили. Суганяка понял, что задержанный ранее вохровец Николай Жарков, который уже полторы недели сидел в КПЗ, не причастен к убийству. Бондарчук подтвердил, что действовал в одиночку. Но выпускать из КПЗ Жаркова не пришлось. Смежники из ОБХСС уже составили доказательную базу на вохровца за расхищение государственной собственности. Жарков усветило 15 лет заключения. Собравшись с мыслями, Бондарчук рассказал, как обстояло дело. В конце июня 1948 года во время патрулирования территории внимание Бондарчука привлек старик, беспокойство которого выдал бегающий взгляд. Папортная проверка. Документы. С документами у Петра Ивановича Рымаря было все в порядке. Что в карманах? Ничего нет. Ну, давай. А вот наличие трехсотенных купюр у скромно одетого старика удивило старшину. Внимательно присмотревшись к банкнотам, Бондарчук заметил, что у них одинаковый серийный номер. Перехватив изучающий взгляд милиционера, Кистень понял, что тот обо всем догадался. Приготовился к самому худшему. Сала, иди занявить тетке товар проверь. Есть. Как только подчиненный Бондарчука убежал выполнять приказ, старый уголовник процедил. Ты не губи, начальник, откуплюсь. Две тысячи принес, старикашка. Но за Рымарем оставалась вторая часть долга. Еще три тысячи рублей. За ними и пришел в ту ночь Бондарчук. Подъем! Какой подъем? Я не прав. Что хочешь? Время одновременно. Только вот старый уголовник не торопился расставаться с деньгами, заявив, что ничего никому не должен. В порыве гнева Бондарчук набросился на Рымаря. Но, несмотря на старость, тот оказался крепким орешком и сумел дать отпор. Вот тогда старшина и выхватил табельный наган. Покажу! Покажу! Отпусти! Приставленный груди ствол пистолета развязал кистеню язык и он показал, где спрятаны деньги. Лезьбер, стволом! Воспользовавшись моментом, когда Бондарчук отвлекся, изучая содержимое портфеля, кистень неожиданно бросился на противника. В последнее мгновение, выбросив вперед руку, старшина нажал на курок. Если бы старшина Бондарчук совершил свои тяжкие преступления чуть раньше, до майского указа 1947 года об отмене смертной казни, ему бы не удалось избежать расстрела, а так суд приговорил убийцу и распространителя фальшивых рублей к 25 годам лагерей строгого режима. Впрочем, это было лишь короткой отстрочкой смерти. В то время еще не существовало пеницизарных заведений для бывших сотрудников правоохранительных органов. И отбывать срок заключения Бондарчуку пришлось среди уголовников. Не протянув и трех месяцев, он погиб при невыясненных обстоятельствах. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разданке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных паз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Похолодало как-то мысль. Можно? Да подождите же вы, у нас перерыв. Вас пригласят. Это был обычный рабочий день во дворце бракосочетания. В перерыве между двумя торжественными росписями работник ЗАГСа Юлия Вербицкая и фотограф Артем Селезнев угостились столь редкими тогда американскими сигаретами. Заходите. Да заходите же. Опытный взгляд Юлии сразу оценил ситуацию. Свадьба маленькая, но и те гости, которые пришли с молодыми, почему-то остались стоять за дверями. Можно действовать по укороченной схеме. Готовы ли вы, Александр, взять в законные жены Елену? Да. Готовы ли вы, Елена, взять в законные мужья Александра? Да. Можете обменяться кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляем! 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 Не так, что там? Не так. Мальчики, пожалуйста, не надо. Хватит поясничать, шутка. Вот сволочи. Пионеры опять украли люк на металлолом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Утром 30 сентября 1976 года В канализационной шахте дворник Куреневского парка обнаружил труп неизвестного мужчины со сломанной шеей. Он был одет в спортивную одежду и обувь. На первый взгляд казалось это несчастный случай. Темное время суток, отсутствие крышки на люке могли и стать причиной трагедии. Но вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа сумела разглядеть детали, которые указывали на насильственный характер смерти. Ваше фамилия, имя, отчество? Мороз Александр Анатольевич. Не привлекались? Нет. А я смотрю, люк у вас пропал. Да вчера был. Там дом есть. А рядом целое общежитие выделено. Тут не я, а целые алкоголики живут. Ничего не делают. Наше его государство. Не работают. Бутылки собирают и люки воруют. Бич общества, в общем. В Советском Союзе бомжей не было. Но аббревиатура без определенного места жительства встречается в архивах МВД еще с 60-х. В СССР действовал суровый закон о тумеядстве, который искоренял любую возможность даже добровольного бродяжничества. Хочешь, не хочешь, а работать придется. И все-таки исключения были. Они касались людей, попавших за решетку. Если человек получал тюремный срок свыше 6 месяцев, то такого жильца разрешалось автоматически выписать с занимаемой площади. После освобождения бывший заключенный имел право прописаться к родственникам. Только с их согласия. И то не в крупных городах. Людей без крыши над головой селили в бараках и называли бичами. Вероятно, от английского выражения «находиться на пляже», означающего «полное разорение». Английское слово «бич» в русском языке получило значение опустившегося человека «бродяги». В народе ходила ироничная расшифровка слова «бич» – «бывший интеллигентный человек». Судмедэксперт Владислав Подвижный внимательно осмотрел голову погибшего и обнаружил пролом в затылочной области. Травма была нанесена ударом сверху и согласно характерному следу металлической трубой диаметром 7-10 сантиметров. Эксперт сделал заключение, что именно этот удар, а не перелом шеи, стал причиной смерти. В люк сбросили уже мертвое тело. Итак, что тут у нас? Смерть наступила ориентировочно в 22-23 часа ночи. Ясно. Какие-то документы были при себе? Не было. Грязные, зачуханные лазят. Недавно один из них заболел, так санпедимстанция приезжала, дезинфекцию делали, даже нас обрызгивали. Криминалист Иван Зубко обратил внимание на обувь погибшего. От полинявших кет исходил слабый запах хлорки. Если среди так называемых бичей проводилась плановая или внеплановая дезинфекция, можно было предположить, что и эти кеды в ходе соответствующих процедур были обработаны хлорной известью или хлоркой. Серега, дуй по улице. Опроси прохожих. Может, кто-то что-то видел. Дуй. Так, вы говорите, не видели, да? В парке помощник следователя Кроев встретил человека, который собирал бутылки. Его грязное, неухоженное, пропитое лицо очень сильно контрастировало с чистой одеждой, дорогими фирменными джинсами и вычищенными до блеска недешевыми чешскими туфлями. После того, как Кроев окликнул странного человека, тот отбросил авоську с собранными бутылками и бросился бежать. Джинсы. В 70-е годы это уже не мода и не болезнь. Это массовая истерия, которая вылилась в особую джинсовую культуру. У нее был свой язык, фольклор, о джинсах слагали анекдоты. Богатый грузин, не зная уже, куда девать деньги, вставил себе зуб не золотой, не платиновый, а джинсовый. Люди посвящали свою жизнь культу поклонения джинсе. Кто-то носил, кто-то подделывал, а кто-то фарцевал, за что можно было получить приличный срок. Но любовь к джинсам у советских людей была сильнее строгости закона. Фарсовщиков ловили, сажали, презирали. Спекулянтов называли антисоветским элементом, но все равно отдавали сумасшедшие деньги за заморские левайсы. Стоили джинсы до 250 рублей. Две инженерские зарплаты. Поэтому увидеть джинсы на человеке, который собирал бутылки, было по меньшей мере странно. Кроев сразу принял решение задержать. Местный алкаш Вениамин Бероев не отрицал, что вещи не его. Он клялся, что к погибшему не имеет никакого отношения. А теперь быстро вспомнил, где ты взял вот эту одежду. Ну, там он, в лесу, под кустом. Там? Да, там. Место помнишь? Конечно. Бероев утверждал, что вещи нашел идеально сложенными, как будто кто-то их оставил на время, чтобы вернуться и забрать. Свой поступок бродяга признал некрасивым, но объяснял собственным бедственным положением. В конце концов, то, что под кустами лежит, не принадлежит никому, и воровством такой поступок назвать нельзя. Вот здесь я их и нашел. Ветки кустов были сломаны. Примятая трава говорила о том, что по ней волочили тело. В кустах обнаружили порванный гитарный ремень. На траве и коре дерева были следы крови. Экспертиза показала, что кровь той же группы и резуса, что и у погибшего. Зубков осмотрел территорию, прилегающую к месту предполагаемого убийства. В урне возле блестоящей лавочки криминалист нашел почтовую квитанцию с номером абонентской ячейки и пустой тюбик от лекарства. Зубко особой важности находкам не придал, но на всякий случай оставил. Вы пейте воды, успокойтесь и расскажите все, как было. Я приготовила ужин. Я, как обычно, ждала Сашу с пробежки, и его все не было. Я решила, что, может быть, он встретил друзей или остался у них ночевать. Поэтому я легла спать, оставила ужин на сковороде. Утром я проснулась, не увидела его и прибежала в ближайшее отделение милиции. Это его одежда? Да. Еще до разговора в кабинете Ершов повел Елену Крабко на опознание тела. Она узнала в погибшем своего мужа. Елена Крабко опознала одежду мужа, который завладел Бероев. Но девушка заявила, что икеды тоже принадлежали Александру. Вы уверены в этом? Да, я сама лично вываривала их в хлорке. Кеды – самая доступная обувь для советской молодежи. Резина и ткань делали эту обувь в производстве очень дешевой. Кеды везли из Китая, Северной Кореи и Вьетнама. В 1965 году в СССР наладили собственное производство кед. И на прилавках магазинов появились знаменитые кеды «Два меча». Кеды носили все – обычные люди, знаменитости, герои кино и даже мультфильмов. Чтобы понять, что за человек был погибший и, возможно, натолкнуться на какой-либо след, следователь решил осмотреть личные вещи Александра Крабко. «Два меча» В шкафу Ершов нашел его ежедневник и попросил Елену разрешение оставить его у себя для детального изучения. Она возражать не стала. Оставьте нас, пожалуйста. Во время осмотра квартиры Ершов познакомился с Максимом, братом Елены. Молодой человек вел себя вызывающе и не скрывал, что ненавидел Александра. Я хочу задать тебе вопросы касаемо твоего зятя Александра. Я тут при чем? Почему вы спрашиваете? Ты можешь не играть, когда с тобой разговаривают? Дело в том, что он был убит. Сдох таки! А почему ты так о нем отзываешься? Да потому что он подлец. Это мерзкий тип. Ершову хорошо было знакомо такое поведение. В своей практике он видел начинающих преступников, которые в буквальном смысле плевали на закон и с гордостью отправлялись по этапу. Сначала в колонию для несовершеннолетних, на малолетку, а потом во взрослые лагеря. Там они и становились закоренелыми преступниками. В Максиме следователь видел лишь потерявшегося молодого человека, но уж никак не хладнокровного убийцу. Но подозрение снимать было рано. Где ты был вчера вечером? Парень не мог толком объяснить, где он находился во время убийства Александра. Сказал, что шатался по району в компании новых друзей. Фамилия, адреса? Ну я не знаю, но они же новые. Новые. Новые, друзья. Соответственно, ни о каком железном алиби речи идти не могло. Ершов заметил на столе фото со свадьбы, а также обратил внимание на гитару в руках Максима. Ершов поинтересовался, куда делся ремень от гитары. Ремень я выменял у новых друзей. Вчера на струны нейлоновые. Интересно? Пойдите во двор, спросите. Вам все расскажут. И снова на свой вопрос Ершов получил неопределенный грубый ответ. Следователь попросил парня не покидать пределы города и по первому требованию явиться в отделение милиции. Вскоре после собственной свадьбы был убит ударом металлического предмета по голове Александр Крабко. Тело сбросили в открытый люк на территории парка имени Фрунзе. Удивление следователя вызвало то, что Александр пошел на вечернюю пробежку со сменным комплектом одежды. Его джинсы, пиджак и свитер нашел под кустом бродяга, который шатался по парку. Следователь быстро выясняет, что родной брат Елены Крабко ненавидел своего нового родственника, и у Максима нет алиби, которое бы подтвердило его непричастность к смерти Александра. Ершов практически ничего не добился от Максима. Выйдя во двор, следователь заметил молодых людей и решил расспросить их о семье Крабко. А Александра Крабко? Да, его тоже знаем, но он сволочь еще та. Почему сволочь? Ну, он нашего Макса хотел специально в армию отправить. У дворовой компании Максима Ершов узнал, что Александр ненавидел Шурина и хотел выпроводить молодого парня в армию. У Максима, оказывается, конфликт с мужем сестры тянулся довольно давно. Но достаточный ли это мотив для убийства? Явно нет. Но он изменяет своей лени, а мы с Максом как-то его в парке застукали за этим. Вот, но Макс как бы не рассказывает своей сестре, не хочет ее расстраивать. Ершов узнал, что Максим стал свидетелем измены Александра. Он увидел, как Александр переодевается в кустах, снимает свою беговую форму и надевает джинсы и рубашку. Такое поведение показалось Максиму подозрительным, и он проследил за зятем. После этого каждый раз, когда Александр говорил Елене, что уходит на двухчасовую вечернюю пробежку, Максим знал, куда он на самом деле отправляется. Теперь Ершову было понятно, откуда взялась одежда, которую в парке нашел Бероев. Александру нужно было оправдание, чтобы выходить по вечерам. Возможно, в один такой вечер Максим и подстерег зятя. Ершов поменял свое мнение. Мотив у Максима был. Была и возможность. Следователь помнил фотографию со свадьбы в доме Крабко. На снимке гитара Максима была с ремнем. Отсутствие ремня парень объяснил тем, что выменил его на струны. Но он мог и соврать, а не тот ли это ремень, который был найден на месте убийства? Мужики, бородься. Домой, домой, домой. Стоять! Ершов стал невольным участником разборок хипарей и местной шпаны. Получив тяжелый удар по голове, он потерял сознание. Уходило время послевоенного братства и единства. На арену выходили малолетние бандиты, не чтившие законов. Большая часть жизни молодежи проходила на улице, у которой были свои законы. Почитание вождя, укоренившееся в сознании советского человека, своеобразно отразилось на подростках. С именем местного вожака шпана собиралась в кодлы и зловещей толпой шла махаться с чужаками. Оружием становились палки, железные прутья, кастеты, ножи и гвозди. Добросовестные соседи вовремя вызвали милицию, и воронок поспел своевременно. Добросы. СТУК В ДВЕРЬ Самыми опасными были дети барачных районов, которые пропитались лютой злобой к тем, кто получил квартиры в хрущевках или коммуналках. Так подростка из благополучного района, не знавшего имени местного вожака, могли избить, обчистить карманы и бросить на улицы. Бараки существовали до конца 70-х, но законы безжалостной барачной шпаны живы подчас и сегодня. Владимир Алексеевич, пришелся бы удар чуть выше, я бы вам не голову перематывал, а вскрытие проводил. Причиной смерти Александра Крабко могло быть банальное хулиганство. Чтобы отработать эту версию, Яршов отдал приказ задержать активных участников местной шпаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От нас мусора! Руку убери, лекарь больно! Ну что, будем сознаваться? Как нет? Я тебе в последний раз по-хорошему предлагаю. Если нет, я тебя с ним наедине оставлю. Ты знаешь, что он с тобой за нападение сделает? С Молчанкой играть будем, да? Узнаешь? Как нет? На ней твои отпечатки пальцев. Никакого не могу. Все с тобой ест. Ставь! Все! Яршов ничего не добился от шпаны. Малолетние преступники стояли на своем и ни в чем не признавались. Все как один твердили, что никогда убитого не видели. Я понимаю, понравилась девушка. Пристали, случайно ударили по голове. Бывает. Я тебя внимательно слушаю. Пуругу гонишь, начальник. В первый раз этого фраера вижу. Следователь не особо верил им, но и задерживать подростков на трое суток без веских на то оснований не имел права. Пришлось отпустить. Чтобы узнать больше об отношениях Александра и Елены Крабко, Яршов решил допросить свидетелей со свадьбы. Ефим Фомин отозвался о погибшем товарищи тепло. Он сказал, что Александр был достойным советским гражданином, который не мог продолжать совместное проживание с Еленой вне брака и через месяц знакомства предложил ей расписаться. Яршов был озадачен. Не соответствовал портрет человека, изменяющего своей жене, такой характеристики. Однако подруга и однокурсница Елены, Лариса Вожина, дала совершенно противоположный отзыв. Честный человек? Да что вы мне говорите? Он ведь ей сделал предложение только что прописаться у нее в квартире. Она рассказала, что с первого взгляда увидела в Александре Крабко лживого и корыстного человека. Трехкомнатная квартира – это во мне общежитие. Пять на пять и еще три сожителя. Следователям не давала покоя загадочная любовница Александра, лица которой Максим разглядеть не смог. Она единственная могла пролить свет на это запутанное дело. Найти ее стало первостепенной задачей. Для этого Яршов изучал ежедневник погибшего, который ему отдала Елена. Любая мелочь, любая зацепка могла привести к разгадке. Дежурные, пригласите ко мне подвижного. Владимир Алексеевич, вызывали? Да, Вадим, проходи. В ежедневнике следователи нашли рецепт лекарства. Медэксперт объяснил, что это ГДРовский препарат, аналогов в Советском Союзе пока нет, поэтому в аптеках выдается только по рецепту. Используют это лекарство при разных болезнях. Мазь от редких кожаных заболеваний, вызванных зачастую укусами кельчей. Яршов попросил снять с тюбика отпечатки пальцев. Также в ежедневнике была обнаружена странная надпись, подчеркнутая красной ручкой. ЮВ КАП-139. Давай-ка попробуем, Сергей, проверишь все госучреждения в нашем районе, которых работает кто-либо в кабинете 139 с инициалами ЮВ. Может, что-то получится. Кроев составил список учреждений, где на первом этаже был 139 кабинет. Первая цифра обычно указывает этаж. И раздал его всем оперативникам для проверки. Спустя несколько дней удалось выяснить, что в кабинете 139 районного ЗАГСа работает Юлия Васильевна Вербицкая. Извините, вы не подскажете, где я могу увидеть Вербицкую? Она сейчас церемонию проводит. Спасибо. Согласны ли вы в войне для законной жены Анастасии? Да. Ершов, не мешая ее работе, терпеливо наблюдал за процессом. Следователь заметил, что у фотографа, который делал снимки церемонии, под глазом был яркий синяк. Когда церемония подошла к концу, Ершов в шутку спросил. Добрый день. Здравствуйте. Из денежки производства? В смысле? А вы про это? Да, ревнивый жених приревновал к невесте. Ну, извините, мне нужно работать. Да, да. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Ершов. Юлия Вербицкая с большим удивлением восприняла информацию о том, что Александр Крабко погиб, и что в его ежедневнике есть запись о том, что он планировал с ней встретиться. Вербицкая подтвердила, Александр действительно к ней приходил. Да, он приносил мне коробку конфет и шампанское, за то, что я помогла ему расписаться вне очереди. У нас влажность низкая в помещении. Кожу очень сушит. Приходится увлажнять. Юлия Васильевна, у вас и Александра Крабко одинаковое лекарство, лечащее кожные заболевания. И для нашей лаборатории не составит труда выяснить причину этого заболевания. Я не понимаю, о чем вы. В каких отношениях вы были с погибшим? Естественно, в деловых. А вот за введение в залуждение следствия вы будете отвечать по всей строгости закона. Хорошо. Хорошо, я признаюсь. Да, у нас были отношения. Мы встречались. Юлия Вербицкая рассказала, что они с Александром тайком проводили время в глубине леса, чтобы их никто не видел. Как она утверждала, Александр жену не любил и женился по глупости. Юлия была уверена, что он хотел развестись и жениться на ней. Вскоре после собственной свадьбы был убит ударом металлического предмета по голове Александр Крабко. Тело сбросили в открытый люк на территории Куреневского парка. Под подозрение попадает родной брат жены погибшего. От его друзей следователь узнает, что Александр ходил на тайные свидания. Оперативники ищут любовницу и выходят на работницу ЗАГСа, которая регистрировала брак Елены и Александра. Если Елена подозревала об изменах мужа и знала о его намерении развестись, то у нее был мотив для убийства – женская ревность. Ершов также не упускал тот факт, что при разводе Александр мог претендовать на часть жилплощади, на которой проживал вместе с женой. Оставалось узнать одно – кто из женщин лгал? Разрешите, Владимир Алексеевич? Да, конечно, представлюсь. Вот результаты дактилоскопии. Оказалось, что отпечаток на тюбике не принадлежал ни Юлию Вербицкой, ни Елене Крабко, ни Максиму Комарову. Кем же был этот неизвестный? Ершов решил проверить последнюю улику, самую ненадежную – почтовую квитанцию, найденную в урне вместе с лекарством. Советские граждане, которые часто пользовались услугами почты, заказывали себе абонентские ячейки. Это был не просто надежный способ сохранить в целостности свою корреспонденцию небольшие посылки от вандалов, которые случалось, разбивали почтовые ящики или просто воровали почту, но и обеспечить себе анонимность. В почтовом адресе не нужно было указывать фамилию и имя получателя, а просто написать индекс отделения и номер ячейки. Владельцу ячейки нужно было приходить хотя бы раз в месяц со своим ключом, открывать ячейку и забирать содержимое. Добрый день. Здравствуйте. Следователь Ершов Владимир Александрович. Я могу вам помочь. Меня интересует содержимое вот этой ячейки. Хорошо, сейчас посмотрю. В абонентской ячейке Ершов обнаружил блок дефицитной импортной фотопленки с очень высокой светочувствительностью. Как правило, такую фотопленку применяли при ночных съемках. Кому она принадлежала, узнать было невозможно. У Ершова не было веских оснований получить ордер на то, чтобы отделение почты выдало ему конфиденциальную информацию об обладателе ячейки. Все, что мог сделать следователь, это оставить на почте своего сотрудника, который бы ждал тайного абонента. Но ждать пришлось бы долго. Да вы меня совсем не слушаете, товарищ следователь. Я говорю, найдите этих людей. Не могу я жить в постоянном страхе. А в это время в отделение милиции обратился некто Седохин Валерий Васильевич. Он утверждал, что его шантажируют. Сначала Кроев не придал особой важности словам, как ему показалось, не совсем адекватного гражданина Седохина. Но услышав одну деталь, следователь полностью изменил свое отношение к заявлению потерпевшего. И вообще поймите, в этом ЗАГСе вообще какая-то банка. Вы сказали в ЗАГСе? Ну да, в ЗАГСе. Я же говорю, вот уже битый час рассказываю. Вот записки мне присылают. Сначала 200 рублей требовали, сейчас 300 рублей требуют. Да сколько же это может продолжаться? Решил к вам обратиться. Дело-то как было? Женился я полгода назад на Маргарите Юрьевне. А в ЗАГСе познакомился с девушкой, которая нас расписывала. Симпатичная такая, взглядами встретились, понравились друг другу. Пригласил ее в парк. Погуляли. Все нормально, спокойно. А через время приходит мне записка, письмо и фотография, где мы вместе. Иначе Маргарита Юрьевна увидит. Не могу же ей показать это. Полгода как женат. Второй раз женат. Заплатил. Сумма некритичная вроде. Успокоился, остепенился, бросил. Но недавно пришло новое письмо, где за те же фотографии уже требовали 300 рублей. Валерий Васильевич понял, что просто так его не оставят в покое и решил обратиться в милицию. Куда вы меня ведете? За что вы меня задержали вообще? Уберите руки свои. Ершов отдал приказ доставить Юлию Вербицкую в отделение милиции для допроса. Женщина была возмущена. Однако, когда Ершов представил ей записку с требованием о выкупе, полученную Седохиным, Юлия оказалась в недоумении. 300 рублей к вашей жене. Ничто... Я никакого отношения к этой записке не имею. У нас были отношения с Седохиным. И он как-то сам исчез из моей жизни. Я к этому руку не прикладывала. И тем более ни о каком шантаже я даже и не думала. А вы что, только женатых ухажеров себе выбираете? В своих случайных отношениях с женатыми мужчинами Юлия Вербицкая винила проклятую работу. Да, она проявляла слабость, но никого селком не тащила. Послушайте, я что, виновата, что они сами ко мне припираются с цветами? Юлия Васильевна, а вам что, одни бракованные мужчины попадаются? Прям дело какое-то, обракованную мужа. Юлия была смущена фотографиями. Она отрицала свою причастность к шантажу и утверждала, что понятия не имеет, откуда эти фотографии взялись. Из-за отсутствия прямых доказательств Ершов был вынужден отпустить подозреваемую под подписку о невыезде. До свидания. Тем временем к разгадке загадочного дела привела еще одна случайность. По традиции молодожены должны были объехать все памятники в городе, сфотографироваться и выпить бокал шампанского у каждой достопримечательности. Поздравляю! Ершов стал свидетелем одной такой церемонии. Он увидел фотографа. Фотоаппарат висел у него на гитарном ремне. Заводской ремень от футляра фотоаппарата «Зенит» был тонкий и жесткий. Часто натирал шею, был неудобен и непрочен. Профессиональные фотографы часто заменяли заводские ремни на что-нибудь более удобное. Одним из самых надежных и комфортных был гитарный ремень. На шее мягкая подложка, которая не царапала кожу и не натирала. Это был лучший выбор для профессионалов. Ершов получил санкцию на обыск фотолабораторий Артема Селезнева, штатного фотографа ЗАГСа. При обыске были обнаружены заграничная пленка для ночной съемки. Такая же, как и в абонентской ячейке, и компрометирующей фотографии Александра Крабко и Юлии Вербицкой. Также сотрудники милиции нашли телеобъектив со значительными повреждениями на корпусе. Своей попыткой бегства Артем Селезнев выдал себя. Улик было предостаточно. Экспертиза показала, что именно этим телеобъективом был нанесен смертельный удар Александру Крабко. На тюбике от лекарства оказались отпечатки пальцев Артема Селезнева. Абонентская ячейка на почте принадлежала тоже ему. Улик хватало, чтобы предъявить Селезневу обвинение. Мужчина своим сопротивлением аресту только усугубил свое положение. Ему ничего не оставалось, как признаться. Абонентская ячейка на почте. Александр уже переобувался в Кеды, чтобы вернуться домой, как к нему из-за кустов вышел Селезнев. Здравствуйте. Я тут делал ночные пейзажи и случайно в объектив моего фотоаппарата попали вы. Дело в том, что я купил недавно дорогую немецкую пленку и хотел бы получить компенсацию. Какую компенсацию? За что? За испорченную пленку. С чего вдруг? Иначе эти фотографии попадут по почте вашей жене. Ну да. Сейчас ты сам по почте попадешь. Удар пришелся объективом по голове. Александр упал замертво. Селезнев оттащил безжизненное тело и бросил в канализационный люк. Доказать причастность к шантажу Юлии Вербицкой следствию не удалось. Селезнев всю вину взял на себя. Он признался, что использовал тягу своей коллеги к женатым мужчинам в своих интересах. Юлия и ее ухажеры, чтобы не быть скопрометированными, встречались в безлюдных местах, что играла на руку злоумышленнику. Артем Селезнев следил за коллегой и втайне делал фотографии. Юлия Вербицкая была оправдана. Правда, отработая на торжественной росписи новобрачных, была отстранена. Ее перевели в отдел регистрации новорожденных. Артем Селезнев за убийство по неосторожности и вымогательство получил 10 лет лишения свободы. Так и закончилось дело бракованного мужа. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вещдок. Эта история началась в далеком 1919 году в небольшом городке Вознесенске. Тогда он относился к Херсонской губернии. Держи, шкет, и помни мишку Япончика. Знаменитый одесский налетчик Михаил Винницкий, известный под именем Мишки Япончика, со своим отрядом оказался там в составе бригады под командованием Котовского. Революционное руководство посчитало, что далее терпеть вольницу одесских бандитов нельзя, и приняло решение уничтожить их главаря. Мишку Япончика вместе с подругой и адъютантом застрелили ранним утром. Об уничтожении Михаила Винницкого был составлен официальный отчет. В нем говорилось, засаду устроили возле огромного железнодорожного депо. Чтобы остановить состав, закрыли семафор. Машинист паровоза остановил поезд. Мишка Япончик, его комендант Халиб и жена Лиза, вооруженные маузерами, быстро направились к будке стрелочника, чтобы узнать причину остановки. Не входя ни в какие переговоры, Урсулов застрелил Мишку. Одесский чекист Зорин Лизу. Осиняков Халипа. В собственном доме на улице Пушкинской был найден мертвым часовщик Моисей Гринберг. Его обнаружила соседка Анна Горемыкина. Моисей Семенович! Которая, как часто бывало, хотела перехватить у Гринберга 10 рублей до зарплаты мужа. Гринберга убили! Следователь Геннадий Беспалько и опергруппа изучали место происшествия. Так, и что у нас здесь? Труп пожилого мужчины. Сердце не выдержало от шока. Эксперт обнаружил гематомы на лице часовщика. Видим многочисленные утары, ссадины. На руках следы от веревки и ожоги. В Италии. Довольно явно болевые ощущения. Что же хотел узнать убийца? В погребе оперативник увидел открытый тайник. Эксперт обработал дверцу и раму тайника и обнаружил отпечатки пальцев. Смазанное. Принадлежали они одному человеку или наследили несколько? Ответ должна была дать экспертиза. Поосторожнее там, не на топчете. Ну, вы знаете, хороший был человек. Спокойный, неконфликтный. Соседка рассказала, что накануне вечером на кухне у Гринберга был какой-то громкий спор. Она слышала громкие голоса. Вот его голос я сразу узнала. Он такой спокойный, а тот второй такой громкий. Второй грубый голос был ей незнаком. А дальше все затихло. Я прислушивалась, но так ничего и не услышала. Только тени были за окном. Гаримыкина охарактеризовала Гринберга как вежливого человека, который никогда не отказывал, если к нему обращались за помощью. Моисей Семенович всегда выручал с деньгами. Старый часовщик вел довольно замкнутый образ жизни, но люди к нему иногда приходили. Вот всегда у него было тихо. До вчерашнего вечера. Боже, какой ужас! Простите, а вы кто? Я Александр Гурин, а это моя жена София. Ну тогда пройдемте. Племянница Гринберга София жила с мужем Александром на соседней улице. После смерти матери дядя помог ей купить дом. Детей у супругов не было. София и Александр были частыми гостями у Гринберга. Прекрасный светлый человек. Ну кому, скажите, ну вот кому в голову могло прийти вот такое сделать? Ну это же не по-человечески. За что? Хорошего человека есть. Дядя говорил, что это были очень дорогие часы. Здесь были часы, они пропали. Он еще сказал, что они очень ценные. Гринберг очень любил эти часы и неоднократно говорил племяннице, что после его смерти они будут украшать камин в ее доме. Если ее муж Шурик этот камин выложит, не забывал добавить дядя с иронией. София, помнишь, дядя рассказывал о том, что есть покупатель в Одессе? Да! Солидный человек. Предлагал очень большие деньги. Собирался подъехать в Вознесенск посмотреть. Поэтому нельзя исключить, что часы проданы. Гринберг был человеком осторожным. Больше о покупателе он ничего не сказал. А фамилию покупателя ты случайно не помнишь? Нет. Имя и фамилию он не назвал. А может, что-то еще пропало из вещей вашего дяди? Да. На столе всегда стоял его кожаный саквояж с инструментами. Дядя говорил, что инструменты очень ценные, а некоторые сейчас уже и не найти. Каждый день Гринберг ходил на работу с этим саквояжем. Проходил два квартала до рынка, где стояла его будка. Сегодня мы обнаружили тайник в погребе вашего дяди. Что вы знаете о нем? В погребе? Мы никогда не были у него в погребе. Удивление Софьи и Александра казалось искренним. Перед смертью старого часовщика пытали. Пропали каминные часы, но они стояли на виду в комнате. Саквояж с инструментами тоже не нужно было долго искать. Что же выбивали перед смертью у Моисея Гринберга? Следователь подготовил ориентировку на похищенные часы. Отпечатки пальцев проверили по картотеке. Из головы следователя не выходил таинственный покупатель часов из Одессы, о котором говорил муж племянницы Гринберга. Беспалька решил, что ориентировка на пропавшие часы должна быть направлена в соседние большие города. Николаев, Херсон, Одессу. Это как минимум. Есть результаты экспертизы. Давайте, выкладывайте. Ну, пожалуйста. И в чем вы думаете причина смерти Гринберга? От остановки сердца. Побои не могли привести к летальному исходу. Вскрытие показало, что старый часовщик был здоровым для своего возраста человеком, но сердце его остановилось. Эксперт сообщил, что четкие отпечатки пальцев, обнаруженные на стакане, найденном в доме убитого Гринберга, принадлежат Олегу Будиченко. Вот личное дело Олега Будиченко. Рецидивист проживает на соседней с убитым улице. Он недавно освободился, на работу пока не устроился. Будиченко сейчас живет сам, потому что мать почти все время в Таборовке. Ухаживает за парализованным отцом, дедом Будиченко. Олег Будиченко сразу стал подозреваемым, ведь его отпечатки были обнаружены в доме, где совершено убийство. Будиченко рецидивист, а у рецидивистов свое понимание отдыха. Искал выгодное дело. Часовщики всегда считались небедными людьми. Следователи без палька и оперативники отправились домой к Олегу Будиченко. Да, для рецидивиста умереть не на нарах, а собственной постели – счастье. Опущите дом. Было очевидно, что смерть Будиченко наступила не сегодня. Визуальный осмотр тела не выявил телесных повреждений. Похоже, рецидивист умер во сне. Товарищ следователь? Да. В сарае. Нашли инструмент гриндера, завернутый скань. Очень хорошо, очень хорошо. А вот вам и вещдок. А как же саквояжи часы? Пока не нашли. Ищите. Будем искать. Так. В наше время профессия часовщика становится редкостью. Все меньше людей носят на запястье часы. А если носят, то часто такого качества и по такой цене, что их проще выбросить. Чем ремонтировать? А еще совсем недавно часы были обязательным аксессуаром. Те, кто их ремонтировал, часовщики, считались представителями уважаемой и даже несколько загадочной профессии. Часовой мастер знает тайну взаимодействия пружин, колесиков и шестеренок. Он управляется с мельчайшими деталями. Чтобы лучше видеть, использует сильные увеличительные стекла. Вся его работа требует сосредоточенности и внимания. Малейшее неверное движение может загубить часовой механизм. Вероятно, поэтому часовщиков сравнивают с ювелирами. Однако сами часовые мастера считают такое сравнение неверным. Потому что ювелир имеет дело с куском металла, а часовщик – со сложным живым механизмом. Товарищ следователь, на летней кухне Будиченко обнаружена трехлитровая банка самогона и грязная чашка. Покойный, видно, был любитель этого дела. От таких нагрузок на организм недолго я кочурился. Пить нужно после работы, а не вместо нее. Инструменты были отправлены эксперту. Он снял с них отпечатки. О таком вещдоке любой следователь может только мечтать. Вещи, пропавшие с места преступления, обнаружены в доме у подозреваемого. Нужно было только дожать преступника, и дело было бы закрыто. Но дело Олега Будиченко закрыло его смерть. Убийство часовщика раскрыто. Но ведь часы и саквояж не найдены. Так Будиченко мог их продать, а деньги пропить. Порадую, хорошего человека. Да. Да, ну вот уже принес мне, да, я его вижу. Хорошо, все договорились. Так, что у нас там? Прошу. Так, вы с налогом, да, и что? Будиченко также умер от остановки сердца. То, что мы и думали. Да. Следователь решил опросить мать и соседей Будиченко. Сосед Будиченко, Федор Христенко, рассказал следователю, что вроде бы несколько дней назад он видел во дворе у Будиченко незнакомого мужчину. Высокого роста, здоровый такой кажется, с бритой головой, неместный. Опознали бы его? Уже темно было, а я по нужде без очков выскочил. Парень быстро скрылся в доме. Христенко видел его плохо. Олежек так и не женился внуков, не понянчил. Ой, горе-то какое. Мать Будиченко рассказала, что сын после тюрьмы стал слаб здоровьем. Работу, чтобы легче искал. Говорил, подался в Одессу. До друга своего Жора и звали. Было одно или два письма от него. Мать не понимала, рад сын этим письмам или нет. Но настроение Олегу они точно меняли. Сын их читал и сразу же сжигал в пепельнице. Женщина пыталась узнать, о чем друг пишет. Но сын отказывался что-либо говорить. А вы случайно обратный адрес не запомнили? Нет, он не показывал. Ой, боже мой. Беседа с матерью умершего Будиченко дала следователю без палька зацепку. Жора. Жора из Одессы, с которым Будиченко познакомился в тюрьме и к которому собирался уехать. Почему письма от Жоры Будиченко сжигал? Следователь отправил запрос в колонию. Его интересовал заключенный по имени Георгий или по кличке Жора. Предположительно, из Одессы. Алло, да. Следователю позвонили из Николаева. Коллеги сообщили, что задержали по подозрению в незаконной покупке золота стоматолога Анатолия Браиловского. У него нашли старинные каминные часы. Браиловский признался, что часы приобрел недавно и продал их ему Александр Гурин, муж племянницы убитого часовщика Гринберга. Следователь принял решение немедленно задержать Гурина. В своем доме убит старый часовщик Моисей Гринберг. По отпечаткам пальцев в доме убитого следствия выходит на соседа, рецидивиста Олега Будиченко. Однако застать в живых его не удалось. В сарае недавно освободившегося Будиченко обнаружен инструмент часовщика, однако каминных часов и старого саквояжа нет. Экспертиза показала, что Олег, как и Гринберг, умер от сердечного приступа, что вряд ли может быть простым совпадением. Вскоре приходит сообщение о пропавших каминных часах. Их продал муж родной племянницы погибшего часовщика. Присаживайся. Присаживайся. Гурин рассказал, что возвращался от товарища, которому помогал чинить проводку в летней кухне. Шел мимо дома Гринберга. Из ворот вышли двое мужчин. Быстро убежали. Гурин испугался. Решил зайти к родственнику. Дядя? Гринберг был мертв. Кто ж тебя так, дядя? Гурин вспомнил про каминные часы, о которых старик говорил. Очень дорогие. Александр давно уже рассказал о них своему другу-стоматологу Толику Браиловскому. Тот пообещал хорошие деньги, если Гурин сумеет добыть часы. Но Гринберг и слышать не хотел о продаже. Моисей Петрович, мы посовещали... Старик презирал Александра. Терпел, потому что очень любил племянницу. Софочка, конечно, получит часы. Но беда в том, что они попадут в руки такому обмылку, как ты, который их продаст за копейки. И не заикайся про продажу часов. Я терплю тебя только лишь потому, что ты муж моей любимой племянницы Софочки. Это твое единственное достоинство. Шаромыжник. Похоже, Гурин сказал правду. Но многолетний опыт следователя подсказывал, что задержанный говорит не все, что знает. Следователь Беспалько понимал, Гурин мог украсть часы. Но он не был похож на бандита, который станет пытать старика. И он не убивал бы Гринберга ради часов. Они и так предназначались Софье. Но что скрывал Гурин? Следователь решил еще раз поговорить с племянницей Гринберга Софьей. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Присаживайтесь. Вы должны понять, Шурик не мог убить дядю. Понять-то я должен. А факты у вас есть? Конечно, часы он взял и продал. Но он не убийца. Тем более не мог поднять руку на родного ей человека. Гурин любит Софью. У нас не может быть детей, мы очень много денег тратим на лечение. Дядя нам помогал. А часы больших денег стоят. Вот он и польстился. Ну и заодно вашему дяде отомстил. Следователь нарисовал Софье картину. Ее дядя всячески унижал Александра. Тот терпел. Но задумал украсть часы. Проник в дом, связал старика, истязал его. Тот умер. Убийца похитил часы. Дом все равно достанется Софье по наследству. Его можно продать за хорошие деньги. Или поселиться в нем, а продать свой. Вот и мотив для убийства. Ну не правда же все это. А что правда? Поделитесь, помогите мужу. Беспалька должен был заставить Софью говорить. Она знала что-то, о чем умалчивал Гурин. Дядя любил, когда я к нему в гости приходила. Софья рассказала следователю о том, как она узнала о тайне покойного дяди. Попробуйте пирожок. Гринберг очень любил пирог с творогом, который пекла Софья. Совсем как мамин пирожок. В этот раз он особенно расчувствовался. Ты так похожа на свою маму, мою сестру. Ты обо всем узнаешь свое время, Софочка. Но запомни это слово. Бреге. Золотые часы Бреге. Подождите, золотые часы Бреге. Я не могу понять, о чем вы. Еще Бакалов жажда просит залить горячий жир котлет. Но звон Брегета им доносит, что новый начался балет. Главный герой пушкинского романа Евгений Онегин носил в кармане знаменитый Брегет. Так на свой манер называли эти часы. Обладание ими – знак принадлежности к высшему обществу. Швейцарец Абраам Луи Бреге развернул свое дело в Париже еще в конце 18 века и вошел в историю как гениальный мастер и изобретатель. Он совершил величайший переворот в часовом деле. Благодаря ему изготовление часов стало налаженным производством. Еще при его жизни точные часы Бреге стали эталоном часового искусства. С созданными им часами владели величайшие деятели мировой истории. Королева Мария Антуанетта, Наполеон Бонапарт, император Александр I, английская королева Виктория, сэр Уинстон Черчилль. Дядя часто говорил Софье, что после его смерти она получит настоящую историческую ценность. Какие-то золотые часы, которые принадлежали знаменитой, хотя и преступной личности. Часы стоили очень дорого и сами по себе, но настоящая цена огромна. Гринберг рассказывал, что один ювелир из Одессы давно пытается их у него купить, но получит эти часы любимая племянница. Ювелир из Одессы, говорите? А фамилию не запомнили? Нет, фамилию дядя не назвал. Не попробовал ли таинственный ювелир силой заполучить то, что ему не удалось купить? Софья хотела помочь следствию, но она не могла сказать больше, чем знала. Старый часовщик унес в могилу эту тайну. Все дороги ведут в Одессу. Жора из Одессы, ювелир из Одессы. Историческая ценность, которую ювелир хотел купить у покойного Гринберга. Часовщик отказался продавать свою драгоценность. Если Жора сидел в тюрьме, то он был подходящим человеком для таких дел, как убийства, пытки и ограбления. Из колонии, в которой отбывал наказание покойный Будиченко, пришел официальный ответ. Беспалько заказал телефонный разговор с начальником колонии, чтобы лично уточнить некоторые детали. Здравия желаю, товарищ подполковник. Беспалько, товарищ майор, да, да, приветствую, приветствую. В справке из колонии сообщалось, что одновременно с Будиченко там отбывал срок житель Одессы Георгий Фисенко. Кличка... Жора Одессит, говорите? Угу. Скользкий тип. Сволочь настоящая. Физически силен. Угу. Шреплый. Всех под себя подминал. Есть подозрение, убивал. Жорка Одессит. Сержант свободен. Во время пребывания Фисенко в колонии были зафиксированы несколько случаев смерти заключенных. От остановки сердца. Такое происходит, когда человека очень сильно и резко бьют кулаком в левую часть грудной клетки. Сердце останавливается, а следов от удара не остается. Еще скажи, что ты вообще об этом ничего не слышал. Занаю, не мой базар. Сержант, карцер его. Подонок. Спасибо, товарищ Бестварько. После разговора со следователем начальник колонии был почти уверен. Фисенко снова совершил преступление. Взялся за старое. Он надеялся, что в этот раз Жору Одессита после суда направят в другую колонию. Спасибо. Общение с начальником колонии для следователя Беспалько было очень полезным. Теперь он хорошо понимал, что представляет собой Георгий Фисенко. В своем доме убит старый часовщик Моисей Гринберг. По отпечаткам пальцев в доме убитого следствие выходит на соседа, рецидивиста Олега Будиченко. Однако застать в живых его не удалось. Мать Будиченко рассказала, что сын получал письма от Одессита Жоры и сразу после прочтения сжигал. Следователю удалось установить личность автора писем. Это Георгий Фисенко. По словам начальника колонии, в которой отбывал свой срок Жора Одессит, он несколько раз подозревался в убийстве. Наносил хлесткий удар в левую часть грудной клетки, от которого останавливалось сердце. У следователя Беспалька был адрес Георгия Фисенко. Он уже понимал, что Жора Одессит очень опасен. Случаи смерти заключенных, о которых рассказывал начальник колонии, были похожи на смерти Гринберга и Будиченко. Остановка сердца, вскрытие не могло установить следов насильственной смерти. Георгий Фисенко убивал людей голыми руками. Известно, что при правильном и сильном ударе под левый сосок сердце может остановиться. В тюрьмах смерть от остановки сердца – явление нередкое. В жестоком мире, где нужно бить первым, существует целая наука убийств, которые выглядят как естественная смерть. Следствие в тюрьмах проходит быстро, и никому нет выгоды устанавливать истинную причину смерти. Тюремному начальству неохота получать нагоняй за несоблюдение надзора и дисциплины. Заключенным – дополнительные репрессии, шмоны, проверки, карцеры. Тюремные кладбища хранят множество тайн, которые никому не хочется разгадывать. Беспалько ждал прихода эксперта с результатами дактилоскопической экспертизы. Впрочем, интуиция подсказывала ему, чье имя произнесет криминалист. Удастся ли следователю удивить коллегу? И принадлежат они Георгию Фисенко. А ты откуда знаешь? Беспалько остался доволен произведенным эффектом. Эксперт был раздосадован. От начальника колонии, где отбывал наказание Фисенко. Следователь передал эксперту рассказ начальника колонии о том, что Фисенко подозревали в убийстве заключенных ударом кулака в область сердца. Эксперт вспомнил, что еще в институте слышал о таких ударах. Они даже описаны в учебниках по криминалистике. Нам преподавали это на лекциях. Следователь Беспалько составил ориентировку по Георгию Фисенко для одесских коллег. Но он должен был лично завершить это дело. Преступления были совершены в его родном городе. Он начал это дело и понимал, что должен лично поехать в Одессу. Геннадий Беспалько любил бывать в Одессе. Ему нравился этот большой и шумный город. Пляж Лонжерон, гремящая брусчаткой пушкинская, кондитерская на канатной. Но сейчас следователь ехал в любимый город по делу. Он должен был выяснить причастность Георгия Фисенко, Жоры, одессита, к гибели часовщика Гринберга. В середине 60-х годов на одесских улицах еще можно было увидеть людей, описанных Бабелем, Катаевым, Ильфом и Петровым. Немолодые люди могли многое рассказать за всю Одессу. Они вспоминали как живого мишку япончика, которого блистательно описал Бабель под именем короля Бенни Крика. Жизнь и литература смешались в рассказах одесситов. Многие с удовольствием сообщали, что их соседом был знаменитый Остап Бендер. Тех, кто сомневался, могли привезти на Малую Арнаутскую улицу и показать номер 11. Там располагалась мясная лавка о Бендере. Следователь Беспалька изучил всю информацию о Георгии Фисенко. Приехав в Одессу, он решил сначала поговорить с участковым, который знал Фисенко лично. Да, хорошо. Хорошо, я понял. Все, давай, я тебя наберу. Ну, что у нас там? Ну, присаживайся, расскажу. Участковый погребняк сообщил Беспалька, что освобожденный по состоянию здоровья Фисенко редко бывает дома. Бывший зэк привез из колонии акт заключения медицинской комиссии, на основании которого его признали инвалидом. Получает пенсию, не работает. Более, значит, инвалид, так сказать, туберкулезник. Ну, одевается, как выглядит? Вот одевается хорошо. Дорого, модно. Мебель в квартире такая простенькая, а вот одежду, обувь у моряков покупает. Недавно, вот знаю, саквояжик прикупил, дорогой такой. Саквояж, говорите? Да. Сразу видно, вещь дорогая. Беспалька подумал, что, скорее всего, это саквояж Гринберга. Беспалька поинтересовался связями Фисенко. Погребняк ответил, что сколько он тут работает, помнит еще до своей отсидки. Жора поддерживал отношения с ювелиром Цукерманом в соседней улице. Приходил к нему домой, вместе на футбол ходили. Это его родственник? Или учились вместе, или даже родственники? У Фисенко недавно появился приметный саквояж. Из дома Гринберга пропал саквояж. Могло ли это быть совпадением? Маловероятно. Чутье подсказывало следователю, что саквояж может стать важным вещдоком против Фисенко. Но сначала Жору Одесского следовало сдержать. Беспалька подготовил план операции по задержанию Фисенко. Она осуществлялась силами местных оперативников. Беспалька и Погребняк должны были координировать проведение задержания. Как только он выходит, будем брать. Подожди. Ты его поставь не вот сюда, а вот сюда. Так оно понадежнее будет. Фисенко очень опасен, может быть вооружен. Поэтому следовало исключить даже минимальный риск для жизни граждан. Гражданин Фисенко. Да, шо надо. Уголовный розыск. Пройдемте. Испугали. Участковый Погребняк отправился домой к другу Фисенко, к Гелию Цукерману, и доставил его в свой кабинет. Присаживайтесь. Здесь ювелира уже ждал следователь. Вы, конечно, можете молчать и отнекиваться, но это ни к чему хорошему не приведет. В живых он вас оставлять не собирался. Убил бы и ограбил бы. Расчет оказался точным. Испуганный ювелир рассказал все, что знал. С Фисенко они были знакомы со школой. Фисенко время от времени оказывался в тюрьме. Когда бывал на свободе, приносил школьному товарищу золото. Отдавал дешево. Это устраивало обоих. Откуда вы узнали про эти часы? Цукермана как-то вызвал к себе его клиент. Очень влиятельный человек из Грузии. Он ежегодно отдыхал в Одессе в Лермонтовском санатории. Ты же знаешь, о чем идет базар? О часах япончика. Сообщил, что в Вознесенске, где в свое время убили мешку япончика, затерялись золотые часы знаменитого налетчика. Кто-то сообразил, что перед смертью он отдал их маленькому мальчику. Спрятал в буханке хлеба, а хлеб бросил мальчишке из окна вагона. Грузин рассказал, что из буханки хлеба, которую бросил япончик, мальчишка достал золотые часы. Это видел какой-то молодой мужчина. Он стал свидетелем находки, подбежал к пацану, ударил его и, схватив часы, быстро убежал. Грузин узнал об этом от одного из красноармейцев, которые лежали тогда в засаде. Во время боя с остатками отряда япончика никому не было дела до мальчишки и мужчины, которые его ограбил. А потом их не нашли. Как хочешь, каким способом ты эти часы принесешь и положишь мне сюда? Нет. Цукерман вспомнил Офисенко. Тот рассказал, что у него есть шестерка из Вознесенска. Написал письмо, приказал вышедшему на свободу Будиченко узнать, что говорят в городе о часах. Тот написал в ответ, если и есть у кого, у Гринберга. Офисенко рассказал, что рассчитывает выманить часы за большие деньги. Я ему дал денег, и он поехал договариваться за покупку часов. А вы поверили, что он их будет покупать? Офисенко взял у Цукермана деньги и поехал в Вознесенск. Бандит нанес страшный удар в грудь, который и стал причиной остановки сердца часовщика. Фисенко приехал из Вознесенска. Сказал, что купил часы, но якобы заплатил намного больше денег, чем ему дал Цукерман. Поэтому часы ювелиру не отдал. Он приказал Цукерману собрать нужную сумму. Очень большие деньги. Тот собрал. Со страхом ждал, когда Фисенко придет за деньгами. Вы понимаете, что он мог вас просто пристрелить? Возможно. При задержании пуля следователя повредила позвоночник Фисенко. Бандита парализовала. Он не мог двигаться. Пожалуйста, первый свидетель. Прошу. На суде Георгий Фисенко отрицал свою вину. Но по совокупности вещдоков и показаний свидетелей, суд признал его виновным и приговорил к исключительной мере наказания. Приговорен к высшей мере наказания. Нет! Нет! Михаила Винницкого, который безуспешно пытался стать настоящим революционером, застрелили революционеры. Перед смертью он подарил мальчишке буханку хлеба, в которую спрятал те самые золотые часы. У этих часов своя история. Часы Мишки и Пончика жили своей жизнью. Через день после оглашения приговора Георгию Фисенко они пропали со склада вещдоков. За это уволили из органов начальника райотдела, но часы так и не были найдены. В 90-е поговаривали, что видели их в Америке. Где и когда снова появятся часы Мишки и Пончика и появятся ли вообще, на эти вопросы ответит только время, которое они и отчитывают.